Приветствую вас в школе навыков Кайзен, друзья! В этом уроке мы с вами будем учиться придавать ховер-эффекты кнопкам в зеро-блоке собственноручно, с помощью кода. Сделаем смену цвета при наведении, придадим тени, масштабирование, градиентную заливку, а на десерт поделюсь с вами несколькими вариантами ховер-анимации для кнопки. Не забудьте поддержать наш канал своими лайками и подпиской. И давайте начинать! Добавляем кнопку. Нажимаем правой кнопкой мыши на нее и выбираем Add CSS Class Name. Прописываем здесь любое значение. Это будет классом нашей кнопки, который мы будем использовать в дальнейшем в коде. Полностью убираем заливку кнопки. Также я изменю цвет всего фона, чтобы мы с вами видели кнопку. Теперь добавляем HTML элемент. Убираем эту запись. Прописываем открывающий и закрывающий текстайл. Далее ставим точку и прописываем класс нашей кнопки, которым мы сами и задали. Ставим две фигурные скобки. Между ними мы будем прописывать CSS-свойства для нашей кнопки. Так как мы убрали фон кнопки, первым делом вернем его с помощью свойства Background Color, то есть фоновый цвет. Как видите, изначально у меня кнопка будет красной. Теперь округлим границы кнопки с помощью свойства Border Radius. Здесь я пропишу 30 пикселей. Отлично. Теперь пропишем смену цвета при наведении. Для этого ставим новую точку. Снова пишем класс нашей кнопки. После этого ставим двоеточие и прописываем слово Hover. А также не забываем про фигурные скобки. Все, что мы пропишем во вторых фигурных скобках, будет работать только при наведении. Итак, согласно коду, кнопка изначально красная, а при наведении становится синий. Идем дальше. Сделаем увеличение кнопки при наведении. С этим нам поможет свойство Transform со значением Scale. В скобках вы видите числовое значение. Если оно больше единицы, то кнопка будет увеличиваться. Если меньше единицы, то, соответственно, уменьшаться. Теперь добавим тень при наведении с помощью свойства Box Shadow. Радиус тени 10 пикселей. Снизу и слева. Первые три цифры в скобках отвечают за цвет тени, а последнее число за прозрачность. Чем ближе значение к нулю, тем прозрачнее тень и наоборот. Уберем пока масштабирование и посмотрим, как сделать градиентную заливку при наведении. Обычно я собираю градиент в фигме, а потом переношу в тильду. Для этого нужно выделить элемент, в котором присутствует градиент, нажать на кнопку Inspect или CSS в более ранних версиях фигмы. После этого просто копируем нужные нам значения и идем в тильду. Убираем фоновый цвет и вставляем наш градиент. После публикации наблюдаем результат. Также хочу с вами поделиться удобным сервисом по подбору градиентных цветов. Ссылка будет в описании к этому видео. Выбирайте комбинацию желаемых оттенков и нажимаете сгенерировать. Можно еще выбрать направление градиента по стрелкам сверху. Далее копируем код снизу и вставляем в тильду. Здесь можно убрать слово Image. Один из плюсов этого метода в том, что все, что мы здесь напишем, будет работать с базовой анимацией тильды. Давайте это проверим. Отлично. Ну и наконец, перейдем к обещанному десерту. Для начала удалим все, что мы написали. Ставим только теги style. Теперь открываем код по ссылке в описании и копируем первый кусок. Здесь нужно прописать везде класс своей кнопки. После публикации наблюдаем красивую анимацию при наведении. Друзья, предлагаю вам на примере первой части этого видео разобрать код этой анимации, а о своих успехах или впечатлениях написать в комментариях под этим роликом. А я двигаюсь дальше и копирую код второй анимации. Принцип тот же, только свойства разные. Здесь мы также можем скруглить в углу нашей кнопки. Прописываем нужное свойство со значения. Вставляем во все состояния нашей кнопки. А так меняется цвет заливки. Еще два варианта анимации. Код также найдете в описании. Успехов вам и до новых встреч, друзья!